Три года назад в рамках проекта «Бастау-бизнес» 5000 человек не смогли получить кредит на открытие собственного дела. Так, начиная с 2018 года, дополнительно выделяется 20 миллиардов тенге. Таким образом, в Казахстане увеличивается количество самозанятых. Я обратилась в Центр занятости, так как я не работала, думала закончить какие-нибудь курсы. Потом узнала в Центре занятости, мне подсказали, что есть такая-то программа от Амикена. Обратилась туда и поступила, окончила курсы, потом получила грант. Грант, вот и освоение сейчас идет этого гранта. То есть нужно еще какой-то период отчетности, ну это все мы пройдем. Хотелось бы поблагодарить государство за такую очень хорошую программу. Мне кажется, это для молодых предпринимателей, для молодых людей, самозанятость, мне кажется, очень здорово. Также с прошлого года уменьшилась налоговая нагрузка для низкооплачиваемых работников, чья оплата труда составляет менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя. Эти средства будут направлены на увеличение их заработной платы. В результате оплата труда более 2 миллионов человек увеличится без нагрузки на работодателя. Так, с этого года зарплата работников детских садов возросла на 25%. Мы узнали, что с этого года повышается заработная плата на 25%. Мы очень благодарны. Воспитание ребенка – это тяжкий труд. Не всегда бывает легко, однако сейчас нет больших нагрузок, потому что мы работаем без смены. Таким образом, стратегический документ, направленный на увеличение благосостояния общества, до сих пор не утратил своей значимости, а его реализация активно продолжается. Анель Бесенбаева и Гулюзекова, Павел Соловьев, Шукантау, Киев, Кокщик, Парад.